Еще один участок проспекта машиностроителей в Ярославле станет ужас. 25 февраля стартует второй этап капитального ремонта. Подрядчик заменит около 300 метров канализации. Движение уже ограничено до улицы Сауково. Просто продлеваем встречную полосу движения. Мы не меняем схему организации движения общественного транспорта. Как ходил, так и будет передвигаться все маршруты. Мы установочный комплекс устанавливаем временный напротив, где ранее существующий стоял. И меняем схему движения общественного транспорта только лишь на перекрестке Сауково и проспекта машиностроителей. Мы там исключаем пешеходный переход для большей пропускной способности автомобильного транспорта. Данный участок ливневого коллектора мы меняем. Далее приступаем к демонтажу старого коллектора. 50% срезаем и старый коллектор служит как основание. Сейчас подрядчик заканчивает работы на первом этапе. На пересечении с улицы Сергорджи Никит заменяют часть коллектора. Работы должны были закончить 15 февраля, однако в срок не успели. Сложности возникли бетонными плитами в основании дороги. Помешала и погода. Самый разгар работы вдруг потеплело, и коллектор почти полностью был заполнен водой. Однако мэрию такие объяснения подрядчика не устроили, и теперь подрядной организации, скорее всего, придется отвечать рублем. Мы столкнулись с некачественной проектной документацией, разрабатывали новую, утверждали. И уже по новой схеме, по первому этапу отработали. На первом этапе капитального ремонта движение также было ограничено. Городская власть приняла решение после укладки части коллектора. Перекресток с улицы Сергорджи Никит за открываться не будет. Большой участок до улицы Сауково. Автомобили будут двигаться по встречной полосе. В сторону проспекта Вятаров в два ряда. В сторону улицы Сахарова в один ряд. Работы по укладке коллектора должны закончиться к 10 апреля. Дальше подрядчик будет готовиться к укладке асфальта. Это Георгий Колчин, Сергей Ватин. День в событиях.